Привет, мои дорогие! Меня зовут Лана, я уже 6 лет живу во Франции, и совершенно недавно я поступила абсолютно бесплатно в одну из самых известных кулинарных школ в Париже. Поэтому в этом видео я расскажу вам про систему образования во Франции в области кулинарии, и также расскажу о своем опыте поступления. Для начала скажу, что это будет не первый мой диплом во Франции, у меня уже есть диплом бакалавриата и почти что есть диплом на магистратуре, но в области кулинарии это будет мой первый диплом, и когда я поступала в эту кулинарную школу, я совершенно не знала ничего о системе образования в области гастрономии и кулинарии во Франции, поэтому это было тоже для меня все в новинку. На самом деле я, как и все, просто вбила в гугл лист кулинарных школ, самых известных кулинарных школ во Франции, и у меня высветилось просто множество их, например, я не знаю, школа Лан-Дюкаса, Кордон-Блё, если кто смотрел фильм Джули и Джулия, вы наверняка знаете немножко эту школу, Феранди, ÖPTM, в общем, на самом деле их дикое множество, и для меня на самом деле первой проблемой было выбрать саму школу. И когда я начала искать кулинарные школы и вообще смотреть сайты всех кулинарных школ, конечно, главным критерием для меня была цена кулинарной школы, потому что я уже до этого слышала и знала, что в основном кулинарные школы во Франции стоят очень-очень-очень дорого, в районе от где-то 10 тысяч евро до 20-30 тысяч евро в год. Кто, наверное, следит за мной в Инстаграме, знает, что я очень-очень много пишу про режим обучения, который называется Alternance. Alternance — это когда ты комбинируешь стажировку и учёбу, то есть, например, ты три дня в неделю стажируешься и два дня в неделю учишься, и это тебе позволяет бесплатно обучаться в ВУЗе, и потому что компания, в которой ты работаешь, покрывает цену твоего диплома. Ну и плюс, конечно, ты получаешь зарплату, поэтому можно сказать, что это такой двойной выигрыш в пользу студента, потому что мало того, что обучение для него абсолютно бесплатное, так он ещё и получает стабильно зарплату раз в месяц. Когда я смотрела кулинарные школы, я знала, что будут школы, которые будут предлагать такой режим, и будут школы, которые совершенно не будут его предлагать. И тогда уже у меня отпало несколько школ, как школа Алана Дюкаса, школа Кордон Блё, потому что это школы 100% платные, там нет бесплатных программ, насколько я знаю. И тогда мне посоветовали школу Феранди, и Феранди — это тоже платная школа, но для некоторых дипломов они предоставляют возможность учиться, ну, подать на режим обучения Alternance. Вообще, на самом деле, было очень... Я видела много школ, которые предлагали такой же режим обучения, но просто, наверное, школа Феранди, она очень известная во Франции, и мне хотелось сначала попробовать подать документы в самую известную школу, и потом, если бы меня не взяли, я бы, конечно же, пошла, ну, попробовала подать документы в какую-то другую. Например, ПТМ — это школа тоже, которую я нашла, она в Париже, и я знаю, что они тоже предлагают обучаться на режиме Alternance. Давайте немножко, наверное, про систему образования в кулинарных школах во Франции. Почему я делаю акцент именно на области кулинарии? Потому что, как я уже сказала, в других вузах, например, как в Сарбоне, в таких областях, как право, менеджмент и экономика, ну, и в других, и в остальных, на самом деле, система образования кардинально отличается от системы образования в кулинарных школах, просто потому что названия дипломов совершенно другие, длительность обучения тоже другая, и для меня это было большим открытием, потому что у меня было такое ощущение, что я очутилась, ну, в таком же состоянии, как шесть лет назад, когда я только переезжала в Париж, потому что я совершенно не понимала, какой диплом я могу сразу получить, какой я ещё не могу получить, и я совершенно не понимала, как бы, иерархию всех дипломов, сколько лет мне нужно будет учиться, и, конечно, для меня это было большим открытием. Поэтому я вам быстренько расскажу вкратце, чтобы тоже не забивать вам сильно голову, как устроена система обучения именно в школе, куда я поступила, то есть в Ферранде. Почему я именно делаю тоже, ну, как бы, беру как пример школу в Ферранде, потому что, на самом деле, всё будет зависеть от школы, куда вы будете поступать, конечно, всё нужно будет перепроверять, потому что, ну, есть дипломы, которые, я не знаю, в одной школе у вас будет только год обучения, а в другой это будет два года на один и тот же диплом, поэтому, конечно, нужно смотреть в зависимости от школы, куда вы хотите поступить, но вот я именно возьму пример своей школы, и, ну, в общем, наверное, примерно система будет везде одинаковая. Если вы такой же новичок, как я в кулинарии, и вы никогда не учились в кулинарной школе, то первый уровень обучения, первый диплом, который вы можете получить, называется САП. Длительность обучения, чтобы получить этот диплом, может варьировать от одного года до двух. Насколько я видела, у меня в школе один год для тех, кто уже получил школьный аттестат, и два года для тех, кто ещё не закончил школу. В чём вообще заключается обучение для диплома САП? Это такое вводное обучение, то есть, когда, как я уже сказала, вы никогда в жизни не готовили и не знаете ничего про готовку, то во время этого обучения вас научат базовым рецептом и каким-то, ну, вот, базовым техникам. Ну, и, конечно, важно отметить, что диплом САП моей школой был предложен как в режиме и альтернас, то есть, меня это очень заинтересовало, и в платном режиме, то есть, где я должна была заплатить деньги за обучение. И деньги довольно немаленькие, 10 тысяч евро. Также моя школа предлагала другой диплом, который эквивалент диплому САП. Этот диплом назывался, называется Миза Ниво, М-А-Н. И он был только, как сказать, он был только платным, то есть, это обучение было только платным, его не предлагали в режиме альтернас. И это обучение тоже базовым техникам, но не только в области кулинарии или в ресторанном бизнесе, но ещё и в отельном бизнесе. То есть, это такой ещё более общий диплом, если вы ещё не определились, где вы хотите в будущем работать. Второй диплом, который вы можете получить, то есть, это уже как второй уровень обучения после того, как вы получили диплом САП или МАН, это диплом БТС. Что такое диплом БТС? БТС — это обучение 2 года на какой-то конкретной специализации, то есть, зависит от того, опять же, где вы хотите в будущем работать. В отеле, в ресторане, только на кухне. И это уже обучение на настоящую профессию. То есть, после диплома БТС вы можете спокойно уже работать в отеле, в ресторане, стать шефом. То есть, это такой как бы базовый диплом для работы в кулинарной сфере или в отельном бизнесе. Я дико извиняюсь, у меня дикое солнце, я поздно начала снимать, и поэтому у меня закат и мне солнце слепит прямо в лицо. Ну, в общем, вот, после того, как вы получили диплом БТС, уже, в принципе, вы можете как бы, ну, работать. Но для особо мотивированных и для особо амбициозных можно ещё получить какой-нибудь мастер, то есть, пойти на такую, можно сказать, магистратуру. И это для каких-то ваших, ну, вот, личных специализаций. Я не знаю, может быть, вы хотите как-то, я не знаю, получить специализацию в создании каких-то, например, коктейлей и так далее. Вот, но это уже до этого ещё далеко, поэтому, вот, можно сказать, что два основных диплома, которые вы должны обязательно получить, чтобы работать в ресторанном бизнесе, это САП или МАН, но САП, можно сказать, даже такой более базовый, то есть МАН, он существует не во всех школах, а именно вот САП и БТС. Теперь давайте немножко про именно моё поступление. Как уже несложно догадаться, я поступала на... хотела поступить на обучение САП, но ещё подала на обучение МАН, несмотря на то, что оно платное, потому что я очень хотела поступить в эту школу, и если бы меня не приняли на режим обучения Alternals, то я бы, наверное, взяла кредит в банке и заплатила за платное обучение. Вот, поэтому я подавала три досье. На САП в режиме обучения Alternals, то есть на бесплатное обучение, на САП на платное обучение, и на обучение МАН, которое существует только одно, а тоже платное. Теперь про само поступление. Когда открылась подача досье в школу, нужно было оставить, заполнить такую анкету на сайте, где ты должен был просто дать какую-то абсолютно базовую информацию о себе, то есть твоё имя, фамилия, номер телефона, национальность. И ты отправляешь эту анкету в школу, и школа её анализирует. Просто подходишь ли ты по каким-то таким факторам для какого-то определённого диплома. Потому что, как я уже сказала, например, в дипломе САП есть два вида обучения. Для тех, кто ещё не закончил школу, и для тех, у кого уже есть школьный аттестат. И, например, если бы я указала, что мне 22 года, но я подаюсь на обучение, которое предназначено для подростков, которые ещё не закончили школу, то я бы просто не прошла по критериям. Дальше, когда школа подтверждает вам, что вы подходите по всем критериям для выбранного вами диплома, то она вам присылает уже настоящее досье со всеми документами, которые она у вас запрашивает, и вы должны его заполнить и прислать в течение двух недель. В этом досье, опять же, вот есть такая анкета, которую нужно просто заполнить. То есть, опять то же самое имя, фамилия, номер телефона, ваш почтовый адрес и так далее. И они вас просят дополнительные документы, которые нужно приложить. И среди них это были оценки за два последних года обучения. То есть, у меня это был первый год магистратуры и последний год бакалавриата в Сарбоне. И мотивационное письмо, ваше резюме и какие-то дополнительные материалы, которые могут помочь, ну, как сказать, которые могут обогатить ваше досье. То есть, например, это могут быть рекомендационные письма или ваше портфолио. Давайте, наверное, начнём с резюме, потому что резюме — это тот документ, который комиссия будет смотреть, чтобы увидеть, есть ли у вас какой-то уже опыт в области кулинарии или нет. И на самом деле у меня как такового опыта никогда не было. То есть, я никогда не работала прямо долгое время в ресторане. И, ну, вот единственное, как, наверное, уже многие знают, кто следит за мной в Инстаграме, у моей сестры есть кафе в Париже, где я работала несколько месяцев летом. И на самом деле, хоть это и не был супер-супер серьёзный опыт в том плане, что я не готовила там какие-то суперсложные блюда, я знала, что на самом деле комиссии просто важно увидеть, есть ли у меня вот этот первый опыт, и знаю ли я, что такое вообще, ну, как устроена среда в ресторанном бизнесе. На самом деле не нужно, чтобы у вас была какая-то большая практика или большой опыт в кулинарной сфере, чтобы поступить в кулинарную школу, потому что комиссия прекрасно понимает, что вы поступаете на первый год обучения и что вы только хотите научиться базам. Но они просто хотят увидеть, знаете ли вы что-то уже про вот эту вот среду. И вам не нужно совершенно работать, я не знаю, в мишленовском ресторане или проходить два года стажировки, прежде чем поступить в кулинарную школу. На самом деле просто, мне кажется, даже хоть месяц опыта в какой-нибудь булочной или в кафе, или в кофейне, этого уже предостаточно. И даже если у вас, например, этого опыта не было, я думаю, вы всегда можете найти какой-то опыт в своей жизни, может, вы проходили какой-то мастер-класс или какое-то обучение, и вы можете указать это в своем резюме, опять же, просто чтобы показать комиссии, что вы уже знаете немножко, что это такое работать в ресторане, вы знаете, что это такое готовить, и знаете, как немножко это все устроено. Следующий документ, который они у меня попросили, это было мотивационное письмо, естественно, как, наверное, и в любом ВУЗе. И я не буду очень долго, ну, как бы, я не буду много рассказывать про мотивационное письмо, потому что, на самом деле, этому можно посвятить отдельное видео. И, кстати, напишите мне, если вам хочется, чтобы я сделала отдельное видео с советами, как писать мотивационные письма. Но могу сказать одно, что мотивационное письмо для меня должно помещаться на страницу А4, то есть не нужно писать много, и нужно писать очень ясные, короткие фразы и разделять его, наверное, на абзацы по... И каждый абзац должен соответствовать какой-то теме, которую вы хотите развить. То есть, например, можно сделать абзац, что вы знаете о школе, в которой вы поступаете, абзац про ваш опыт уже в кулинарной сфере, абзац про то, почему вы решили поступать в кулинарную школу, чем вам так нравится сфера кулинарии и так далее. И, на самом деле, я так делала всегда, и мне кажется, это такой самый ясный и понятный способ для комиссии, потому что тогда им очень легко читать ваше письмо, и всё очень ясно для них и понятно. Ну и я, как я уже сказала, школа попросила меня прислать оценки за два последних года обучения, и на самом деле, если вы последние годы не учились, в этом ничего страшного нету, просто вот именно последние оценки ваши нужно прислать. Это могут быть оценки из вашего школьного аттестата или с первого курса университета. Вот, поэтому это как бы, ну, мне кажется, это довольно такая формальность. Ну и последний пункт — это они мне предложили, то есть это такая графа, это необязательная графа, но они предлагают студентам прислать любой документ, который может обогатить их досье, и это может быть рекомендационное письмо, это может быть ваше портфолио. И я решила по полной попытаться обогатить свое досье, и я попросила свою сестру написать рекомендационное письмо про меня, про мою стажировку, она, естественно, с удовольствием согласилась. Поэтому если вы пройдете где-нибудь стажировку, например, я не знаю, там, в какой-нибудь кофейне, обязательно попробуйте сохранить контакт с человеком, который вас наймет на работу, чтобы он написал вам это письмо. Помимо этого, Перуша мне предложила сделать видео, такое небольшое видео, которое длится минуту или даже минуту-две, где я готовлю целое меню, то есть закуска, блюдо и десерт. Этого совершенно не было, ну, как бы они не просили это видео, но это просто была как бы такая идея, и на самом деле то, что я могу сказать, это то, что не бойтесь, если вам приходит какая-то идея в голову, которая может обогатить ваше досье, не бойтесь это воплощать в жизнь, это реально сыграет только вам на пользу. И когда мне Перуша предложила сделать видео для кулинарной школы, то мне было безумно лень, я понимала, что это нужно готовить, потом это нужно еще снимать, потом это нужно монтировать, но я знала точно, что с этим видео мои шансы просто взлетают, и они просто не могут не принять меня. Для этого видео я позвонила двоюродному брату Перуши, который работает шефом в ресторане, и я попросила ему помочь мне приготовить это меню, и, в общем, так оно и случилось. Мы составили вместе с ним меню, я купила все ингредиенты, там сходила на рынок продуктовый, на следующий день он приехал, и Перуша мне помог заснять весь процесс, и, конечно, это длилось очень-очень много времени, потому что это были довольно все-таки сложные такие блюда, и я это делала в первый раз, и для меня это было все в новинку, поэтому под конец мы уже были просто дико уставшие, но мы все это засняли, все приготовили красиво, сервировали это все родителям Пьера, и нам тоже, мы все вместе потом поужинали, и потом, конечно, очень-очень много времени занял монтаж, потому что я не хотела, чтобы видео было очень долгим, потому что я знала, опять же, что, как и с мотивационным письмом, что у комиссии нет времени, им нужно что-то, что вот они посмотрят, запомнят, и что они не будут смотреть 40 минут, и вот, и когда я смонтировала это видео, оно получило, ну, мне показалось, что оно получилось, правда, классным, я знаю, что я никогда не показывала это видео в Инстаграме, точнее, я выставляла немножко в сторис, я не хотела его особо показывать, пока я еще, пока это все еще было не, ну, неизвестно еще было, поступила я или нет, но я вам покажу его здесь, поэтому вот, приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, не знаю, что вы думаете, напишите мне в комментарии, но мне кажется, получилось правда классно, и когда я, конечно, увидела финальный результат, я поняла, что все это не зря, не зря эта дикая усталость, не зря такая была долгая подготовка к этому, потому что, ну, правда, мне кажется, получилось круто. Ну и вот, и потом ты отправляешь анкету, и плюс все документы, которые тебя попросили, ты выставляешь это, прикрепляешь их на онлайн-платформе, и уже через несколько дней мне ответила школа, и меня пригласили на собеседование. Я прошла два собеседования на обучение для диплома САП, на платное обучение и на бесплатное обучение в режиме альтернаус. Для обучения на диплома МАН мне пока еще никто не ответил, потому что мне кажется, что это будет немножко попозже, но, в общем, не факт. Оба собеседования были примерно одинаковыми, поэтому я вам просто дам небольшой такой, такой фидбэк про то, какие мне вопросы задавали, и вообще расскажу про свои обучения, ну, ощущения после этих собеседований. Ну, вообще начну с того, что, по моим ощущениям, собеседования, которые я прошла для кулинарной школы, они были гораздо менее формальны, чем собеседования, которые я проходила, например, для поступления в мою магистратуру. То есть, хоть изначально я очень сильно волновалась перед самими собеседованиями, но когда они начались, атмосфера была очень легкой, то есть, ну, как бы я чувствовала, что скорее это похоже на просто обычный разговор, чем на настоящее собеседование. Ну, и во-вторых, почему это было менее формально, потому что вопросы, которые мне задавали, они были более общими, то есть, мне не задавали каких-то очень-очень конкретных вопросов, чтобы как-то, ну, попытаться меня поставить в неловкое положение, чтобы проверить какие-то мои знания и так далее. То есть, первый вопрос, который мне задали при собеседовании в кулинарную школу, это, ну, расскажи о себе, почему ты хочешь поступить в нашу кулинарную школу, почему ты внезапно захотела поменять направление и, ну, и вообще расскажи о своей мотивации. Это очень такой общий вопрос, и я думаю, что, естественно, это первый вопрос, который вы готовите, когда готовитесь к собеседованию, и если вы правда подготовились к интервью, то не ответить на него очень-очень сложно. Я рассказала про весь свой путь, про свое прошлое обучение, про то, почему я решила полностью поменять свою жизнь. И вот. Второй вопрос, который мне задали, это про как раз опыт, который у меня есть. И на самом деле вот, почему я сделала такой большой акцент на резюме и на опыте, потому что на обоих собеседованиях меня спросили, есть ли у меня какой-то опыт в сфере кулинарии. И я знаю, что на самом деле многие, кто могут поступать в кулинарную школу, ну, у них не обязательно есть этот опыт, и я делаю акцент на том, что, опять же, что никто не ждет от вас, что у вас будет какой-то, ну, невероятный опыт в каком-то супер и крутом ресторане. Им, правда, нужно просто узнать, что вы знаете, как, что такое готовить, что такое работать в ресторане, что у вас есть какое-то уже представление об этом. И даже если оно, даже если ваш опыт был, длился несколько дней. И поэтому, мне кажется, это такая довольно важная часть, ну, как бы рассказать обо всем, что вы делали, то, что было связано с кулинарией. Еще один вопрос, который мне задали, это знаешь ли ты что-то о современных тенденциях в кулинарии и гастрономии? И, честно говоря, этот вопрос немножко меня поставил в тупик, потому что я к нему не готовилась, и на самом деле этот вопрос был просто таким общим вопросом, чтобы проверить вашу какую-то, ну, вот, культуру в области готовки, в области ресторанного бизнеса. И на самом деле я ответ выдумала буквально за секунду, потому что, ну, я думаю, если вы знаете, там, я не знаю, что-то про какие-то тенденции, то сейчас очень популярно все, что, например, локальные продукты, органик-продукты, вегетарианство, веганство, молекулярная кухня. И, ну, вот, я как раз это и ответила, и я увидела в глазах профессора, который меня интервьюировал, что, ну, для него, как бы, важно было знать, что я не просто так внезапно решила, пойду-ка ли я отучусь в кулинарную школу, но на деле я совершенно ничего не знаю об этой среде, и вот. Поэтому, если у меня есть маленький совет для вас, мне кажется, можно перед собеседованием почитать несколько статей про каких-то известных шефов, про вообще мир гастрономии, кулинарии, про кухни разных стран, про то, какие сегодня кухни более популярны. И это всегда поможет вам просто быть немного увереннее в себе и не так сильно бояться вопросов, которые могут вам задать на собеседовании, потому что у вас уже будет сразу готовый ответ на них. Ну, и ещё один вопрос, который мне задали, это вопрос про то, в каком ресторане я хотела бы проходить стажировку. Причём это задали мне на обоих собеседованиях, потому что даже на платном обучении всё равно ты должен проходить стажировку. Ну, а на альтернаус, как я уже сказала, стажировка вообще обязательная, она длится целый год. И тут мне немного даже было странно так, потому что на первом собеседовании для платного обучения мне посоветовали проходить, найти стажировку в Мишленовском ресторане или хотя бы в ресторане, где работает очень какой-то известный шеф. И потому что, наверное, у школы есть какой-то такой вот статус, и им важно, чтобы их студенты проходили стажировки тоже в ресторанах с определённым статусом. Но когда я проходила второе собеседование на режим обучения альтернаус, то есть на бесплатное обучение, мне задали такой же вопрос про то, в каком ресторане я хотела бы проходить стажировку. И я сказала как раз-таки, что я хотела бы проходить стажировку в каком-нибудь большом ресторане, Мишленовском ресторане, поработать с известным шефом. И там я была немножко поражена, потому что профессор, ну, тот, кто меня интервьюировал, он мне сказал, что он мне в корне не советует проходить в таких местах свою первую стажировку. И я, конечно, была немного удивлена, потому что, ну, как бы мне посоветовали две абсолютно противоположные вещи. И он сказал, что когда ты только начинаешь в кулинарном деле, то если ты работаешь в ресторане, например, с Мишленовской звездой, то никто в жизни тебе не позволит, не даст каких-то серьёзных заданий, потому что ожидания настолько высоки от блюд, что никто не может, ну, никто попросту, никто не может попросить простого стажёра, я не знаю, например, сервировать блюда или что-то готовить, потому что они настолько боятся, что стажёр провалит это дело, что в итоге стажёр заканчивает с тем, что он просто моет картошку целый день, или чистит её, или, я не знаю, режет целый день петрушку. То есть в итоге он делает какие-то вещи, которые совершенно неинтересны. И он мне предложил найти стажировку в каком-нибудь просто обычном ресторане, который готовит со свежими продуктами. И он сказал, что он мне это советует, потому что это то место, где я по-настоящему смогу быть частью команды, и это будет место, где мне позволят по-настоящему приготовить блюдо. И я нашла это очень забавно, потому что, как я уже сказала, мне, правда, посоветовали абсолютно две противоположные вещи. И на самом деле я больше всё-таки согласна с шефом, который посоветовал мне проходить стажировку в обычном ресторане, потому что, мне кажется, ничего нет ужаснее, когда ты только начинаешь какое-то дело, которое тебе очень нравится, и какая-нибудь такая атмосфера на работе полностью отбивает у тебя интерес продолжать, потому что ты делаешь вещи, которые совершенно неинтересны, которые совершенно никак не помогают тебе развиваться. Ну и, конечно, закончу тем, что оба человека, которые меня интервьюировали, они сделали такой акцент на том, что работать в ресторане очень тяжело, и что многие поступают в кулинарные школы и бросают, потому что они не готовы к такому физическому и даже моральной, физической и моральной нагрузке, и он меня переспросил, это скорее уже был такой риторический вопрос, если я по-настоящему готова к этому, если я знаю, насколько это тяжело, и на самом деле я не знаю пока что, но я представляю, потому что, когда я работала у сестры, это правда тяжело, и они просто хотели удостовериться, опять же, понимаю я вообще, куда я иду. И, ну вот, и на этом закончились собеседования, все были очень вежливыми, все были очень на позитиве, улыбались, и у меня остались очень-очень хорошие впечатления в этих собеседованиях, и через несколько дней, точнее, прямо через два дня мне ответили по поводу режима обучения бесплатного, то есть на режиме Alternals, и мне сказали, что я поступила в кулинарную школу. Ну и, конечно, я была на седьмом небеочате, потому что я очень хотела именно поступить на бесплатное обучение, и сейчас я в процессе поиска стажировки, что, я думаю, займет у меня очень большое время, потому что я сейчас тоже на режиме Alternals на своей магистратуре, и я помню, как я искала компанию, в которой я должна была проходить стажировку, и как мне было тяжело, потому что очень часто я оставалась без ответа, или мне отказывали, поэтому я пока морально готовлюсь к подаче своих заявок, и буду держать вас в курсе, обязательно расскажу, где я в итоге буду проходить стажировку, обязательно подписывайтесь на мой канал, я планирую продолжать снимать видео про свой опыт обучения в кулинарной школе, влоги, рецепты, и обязательно буду рассказывать обо всём процессе, поэтому спасибо, если вы досмотрели это видео до конца, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok